Добрый вечер! В эфире «Весть Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев. И вот что в нашем выпуске. День мудрости, добра и уважения. Сегодня в День пожилого человека поздравления получали представители старшего поколения Карачаева Черкесии. Очередную партию гуманитарного груза на передовую отправились в Карачаево Черкесии и в зону спецоперации передали 9 тонн бутылированной воды. Улучшать мир и творить добрые дела, уважать старших, стремиться к знаниям, любить родину и беречь природу. Школьников Черкеска посвятили в Орлято. Ароматные груши, наливные яблочки и еще много разных фруктов. Садовод Каншао Дабага выращивает все это на своем небольшом участке. Сегодня Международный день пожилого человека. К старшему поколению со словами поздравления обращается глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Жизненный опыт наших старших заслуживает безграничного уважения. Наши дорогие родители, бабушки и дедушки прошли непростой путь. За их плечами доблестные и ратные победы и годы самоотверженного труда. Именно нашему старшему поколению выпала важная миссия – создать основу для дальнейшего развития страны, для той великой России, в которой мы сейчас живем, трудимся, воспитываем детей. В этот замечательный день хочется выразить искренние слова благодарности нашим старшим за труд, заботу о будущем страны, любовь к родной земле и бережное отношение к традициям и обычаям, которые мы, по их примеру, чтим и передаем своим же детям. Желаю всем представителям старшего поколения крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и всего самого доброго. Спасибо, дорогие наши, за все то, что вы для нас делали и продолжаете делать. Говорится в поздравлении. Это день напоминания о том, что старшее поколение нуждается в поддержке, заботе и внимании. Депутат Государственной Думы Султан Узденов навестил постояльцев социального пансионата «Гармония» в Черкесске для пожилых и инвалидов. Депутат ознакомился с условиями проживания, пообщался с жильцами. Султан Узденов и руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев поздравили постояльцев, в нем пожилых людей и выразили свое почтение старшим. Пожелали крепкого здоровья, благополучия, долголетия, бодрости духа и вручили подарки. В свою очередь, жильцы пансионата выразили гостям свою признательность, поблагодарили за всестороннюю помощь и внимание. Самое главное, чтобы жильцы пансионата чувствовали заботу, внимание. Я думаю, что такого рода визиты, посещения должны быть на постоянной основе не только со стороны депутата Государственной Думы, но и депутатского корпуса, вообще неравнодушных жителей нашей республики. Это внимание очень важно, потому что каждый раз, когда мы приходим сюда, мы понимаем, что та забота, то внимание, которое уделяется, оно в любом случае имеет свой положительный эффект. Они видят, что о них заботятся, о них, их чаяния, их желания, их пожелания, они их слышат. И в этом плане, конечно, эту работу мы планируем продолжать. Большое спасибо, хочется сказать, руководителю пансионата Ольге Ивановне Прыгуновой, которая очень внимательно к этим вопросам относится. Всегда мы находим и понимание, мы всегда на связи. В любом формате она и доносит до нас ту информацию, которую необходимо отработать. И я думаю, что та совместная работа, которую мы ведем в этом направлении, и ту работу, которую ведет наш депутат, тоже она имеет свой положительный эффект именно для жильцов данного пансиона. Мои года, мое богатство. Под таким душевным лозунгом сегодня в Центре социального обслуживания населения отмечали Всероссийский праздник – День пожилых людей. Местные власти и общественные организации устроили мероприятие, на котором звучали слова благодарности, прошел концерт, посвященный талантам и достижениям пожилых людей. Для бабушек и дедушек, повидавших жизнь со всеми ее трудностями и испытаниями, такой праздник, как напоминание о том, что о них помнят и любят. На мероприятие побывала Майя Хамдохова. В Карачаево-Черкесии, где живет дух традиций и уважение к старшему поколению, ежегодно отмечают День пожилых людей. Он стал символом признания заслуг тех, кто посвятил свою жизнь служению семье, обществу и своей стране. Сегодня у нас мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, которое в России отмечается ежегодно 1 октября. Как важно вообще устраивать для них такие события? Очень важно, потому что зачастую это единственный способ найти круг общения. Поэтому они с большим удовольствием приходят в центр, общаются, занимаются с психологами, учат песни, очень разнообразные занятия, танцуют, ходят в тренажерный зал, посещают массаж. В общем, программа насыщенная. А много вообще собираются людей? У нас две группы, общей численностью 69 человек. День пожилого человека принято отмечать в первый день второго месяца осени 1 октября. В народе бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было принято решение посвятить этот день старшему поколению. Чаепитие в теплой компании, где можно позволить себе вкусные угощения с теми, с кем прошли жизнь бок о бок. Воспоминания прошлых лет, новые знакомства в кругу людей, которые точно знают, как дожить до старости и не бояться жизненных трудностей. Живой пример для молодого поколения. Своим дебютом порадовала гостей юная солистка детского казачьего ансамбля, известной песней «Матушка-Земля», тем самым вызов бурю эмоций у прекрасной половины человечества. «Матушка-Земля, белая, беленька, для меня святая ручь, я буду за мной». Главное – не стареть душой. С остальным можно справиться, говорят виновники торжества. И сегодня, в День музыки, которая так символично вписалась в День пожилых людей, все музыкальные номера и концертные программы – добрые напоминания о том, что музыка и человек – как одно единое целое. Майя Хамдохова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест. Постельные принадлежности, одеяло, дивантеки, полотенца и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Черкесск, Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-929-860-8036. В Карачаево-Черкесии дождь, ночью в горах с мокрым снегом, в отдельных районах сильный и туман. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 6. Днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 9. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске дождь, ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 14. Температура ночью 10-12, днем 14-16 градусов тепла и высокая пожароопасность. Следственным отделом по Карачаевску регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство главного врача Карачаевской центральной районной больницы. 30 сентября в селе Кустахи-Тагурово Карачаевского района неустановленное следствием лицо, находясь возле дома потерпевшего, произвело в него несколько выстрелов из ружья. Полагая, что нанесенные ранения являются смертельными, фигурант скрылся с места происшествия. Пострадавший доставлен в больницу, где его жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств покушения на убийство главного врача медицинского учреждения. Следователями следственного управления незамедлительно организован выезд на место происшествия, произведен его осмотр, изъяты различные предметы со следами преступления. По ним назначены баллистические, молекулярные, генетические и физико-химические судебные экспертизы. Совместно с оперативными рассотрудниками МВД Покачер проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание лица, причастного к совершению данного поступления. Девятитонная весточка из дома отправилась из Карачаева-Черкесии в зону СВО. Гуманитарная помощь играет критически важную роль в условиях военных конфликтов. На просьбу бойцов, которые в данный момент стоят на передовой в Херсонской области, отправить им бутылированную воду сразу же откликнули сенаторы Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и Крым Казаноков. Гуманитарный груз собрали незамедлительно. 9 тонн питьевой воды отправили военнослужащим. Напомню, что республиканский штаб по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семьи по поручению главы Карачаева-Черкесии на регулярной основе формирует грузы для отправки нашим солдатам. Данный груз сформирован при поддержке сенаторов Крыма Казанокова и Виктора Бондарева. К ним обратились новороссийские десантники, которые сегодня находятся на Херсонском направлении. Они находятся сегодня прямо на передовой в зоне специальной военной операции. И они попросили питьевую воду. Данный груз, который сегодня сформирован, он поедет прямо к ребятам, которые сегодня остро нуждаются в питьевой воде. Эта работа ведется на постоянной основе. Мы неоднократно отправляли и средства гигиены, и питьевую воду, средства защиты, технические средства и многое другое. Банк России провел день открытых дверей в 70 городах страны. Участие в акции приняли и представители республиканского отделения. Подробности в сюжете Артур Мхце. Как работает банковская техника? Как определить подлинность купюры? Можно ли на руках перенести с места на место 1 миллиард рублей? Ответы на эти и многие другие вопросы эти школьники из Черкеска теперь точно знают. В 70 городах страны прошел единый день открытых дверей Банка России. Для нас это возможность рассказать гостям о прошлом и настоящем финансовой системе, о современных цифровых технологиях, инфляционных процессах. Ну а для жителей Карачао-Черкесии это уникальный шанс побывать в здании территориального учреждения Банка России, проход в который для них в остальные дни, как правило, закрыт, узнать много нового, повысить свою финансовую грамотность. Посетители отделения Банка России могли выбрать себе активности по душе. Кому-то интереснее посмотреть на работающую банковскую технику. Другие мечтали бы научиться распознавать поддельная купюра или настоящая. Третьи давно хотели повысить свою финансовую грамотность. Работники банка смогли удовлетворить любопытство каждого. В данной локации представлены разные, так сказать, объемы наличности. Вот такой минимальный – это корешок. То есть 100 штук – это стандартный корешок для банкнот Банка России. 10 корешков – идет полная пачка. Это инсталляция того, как выглядит 1 миллиард рублей. Сможет ли его унести с собой один человек? Все зависит от способности поднимать вес более 200 килограммов. Впечатлениями от экскурсии поделились учащиеся образовательных учреждений. Мне очень нравится эта экскурсия. Тут показывали много разных экспозиций денег. Показывали в сравнении, как выглядит 5 миллионов, 20 миллионов, миллиард. Показывали, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Потом нам показывали стенд, где нужно было на внимательность отличить настоящую купюру от фальшивой. У меня получилось неплохо. Я ответил на два из трех. Центральный банк Российской Федерации. По-другому он еще называется Банк России. Если где-то вы услышите разные наименования, это одно и то же. Второй уровень – это уже все остальные банки, коммерческие банки и кредитные организации. В музее отделения Банка России можно проследить, скажем так, эволюцию купюр. Как они выглядели в стародавние времена? Почему менялись? Все, что нужно знать молодежи о взаимодействии с кредитными организациями. О том, какие схемы применяют мошенники для отъема денег у доверчивых граждан. Как не попасть на удочку охотников до чужого добра. Какие проекты банк реализует совместно с государственной телерадиокомпанией «Карачао-Черкесия». Это и многое другое посетивший день открытых дверей люди смогли узнать во время лекций под руководством экспертов банковской сферы. Артур Мкцелий Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия. Сегодня орлята, завтра орлы. Нам весело вместе, мы очень дружны. Этот девиз объединяет все больше детей, учителей и родителей. Торжественная церемония посвящения орлят прошла сегодня в Центре образования номер 11 города Черкеска. Дошкольников поздравили представители Министерства образования и общественных организаций республики. Подробности у Али Баташева. Волнение и радость в глазах ребятишек из подготовительной группы детского сада «Солнышко». Они сяд живой, ее сверстникам предстоит вступить в орлята-дошколята. Это гордое звание уже с честью носят их старшие друзья. «Отважные и добрые, сильные и надежные, смелые и заботливые, интересные и умелые. И всегда все делаем вместе». Задача орлят – улучшать мир и творить добрые дела. Уважать старших, стремиться к знаниям, любить родину и беречь природу, быть верным другом. Лидер, эколог, эрудит, мастер, спортсмен, доброволец. Можно выбрать любое направление обучения или все сразу. В ходе торжественной церемонии детям повязали на шею синие галстуки – символ принадлежности к Содружеству Орлят России. После чего состоялся вынос знамени. Юные патриоты провожали взглядом знаменосца, чеканящего каждый шаг. «Вы сегодня стали орлятами-дошколятами. Вы вступили в такую дружную, большую, хорошую семью. Дорогие ребята, я вам желаю, чтобы вы дружили друг с другом, делали добрые дела, любили свою малую и большую родину». «Я очень рада, что мы стали отважны. Мы идем в первый класс». «А что значит быть орленком?» «Орленком означает, что мы дружные и смелые. И мы очень дружные и будем всегда быть вместе». С торжественным вступлением в ряды орлят юных патриотов поздравили представители общественной палаты, координаторы проекта «Навигаторы детства», «Движения первых» и других общественных организаций республики. Каждый орленок получил в подарок новенький портфель, а затем до шкалята исполнили гимн «Орлят России». Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Маленький уютный фруктовый сад на трёх сотках выращивает житель Черкесска Коншао-Дабагов. Как и всякий садовод-любитель, он стремится к богатому урожаю, чтобы затем ароматными грушами и наливными яблоками угостить всех соседей и родственников. В сказочном саду побывала Марина Кушпова. Житель Черкесска Коншао-Дабагов сумел всего на трёх сотках земли создать райский уголок, в котором он воплотил далёкие детские сказки о волшебных садах. Ароматные яблоки и груши, подрумяненные летним солнцем, словно гирлянды виднеются сквозь кроны невысоких, но раскидистых деревьев. В этом году урожай отличный. Достаточно много. Прямо нарадоваться не могу. Соседи у меня замечательные, со всеми соседями делимся. Компоты, варенье делают. Ну, родственников много. Коншао вспоминает, как ещё в детстве мама заметила, что у него рука лёгкая. Что не посадит, то приживается и даёт урожай. Теперь он сам в этом не сомневается. Что только не растёт на его крохотном участке. Яблоки, груши, сливы, кизил, диковинные сорта ежевики, напоминающие гроздья винограда и различные ягоды. Здесь же и овощи, которыми всё лето питается семья. Я не профессионал. Я как любитель втянулся и стараюсь как-то помочь тем, кто начинает только. И сам по интернету рассмотрелся, экспериментируем, пробуем. И вроде бы как и получается. Участок шестьсоток. На половине дом стоит. И трисотки тут сад. Хватает и соленья, и варенья, и компоты. Там всякие эти. Получается всё. Безусловным украшением сада является груша «Толгарская красавица», которая благодаря высоким вкусовым качествам и урожайности имеет высокий рейтинг среди садоводов. Впрочем, у растений в саду Коншао-Дабагова нет шансов не быть урожайными. Можно с иронией сказать, что на его деревьях растут даже камни. На самом деле, они являются декоративным грузом для веток. Надо признать, что Коншао не просто садовод-любитель, но и большой эстет. Каждый клочок его участка красив и продуман до мелочей. Отсюда и результат. Всем, кто сомневается, кто ещё не может начаться, определиться, начинайте, и когда не поздно. У вас всё получится. Коншао-Дабагов любит экспериментировать в своём саду. Прививает разные сорта плодовых деревьев, ищет защиту от вредителей. Но самое главное, что свои полезные наблюдения он не держит в секрете, а с нетерпением готов поделиться с каждым садоводом. Марина Кушпова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. Завтра, 2 октября, с 10.43 до 10.44 будет произведена проверка системы оповещения населения при передаче и в эфир сигналов об угрозе и возникновении ЧАЭС средствами цифрового телевещания. Сигнал будет передан путём кратковременного перерыва телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России «Внимание! Внимание! Проверка системы оповещения». А граждан республики просят сохранять спокойствие. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лютик и Анютик». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин